Именно после победы под Москвой началось освобождение нашей земли от фашистских захватчиков. 28 миллионов унесла та страшная война. 80-летию битвы за Москву посвятили памятный вечер в Одинцовском клубе «Активное долголетие». А гидбригаду для выступления собрали из самых творческих участников, посещающих занятия в разных группах. Одни поют, другие читают стихи или, как Светлана Казарцева, письмо матери от дочери с фронта. Дорогая мамочка, у меня все хорошо. Работаем по 10-12 часов. Сил не хватает. Хочется спать и есть. Но ты не волнуйся. Я вернусь. Недавно Одинцовские долголетие представили эту программу в Голицыне. Чтобы выступить достойно, чтение письма Светлана, как и остальные участники, отрабатывала по пути. Репетировали. Каждый прочитывал свой текст, который раздал. Но это все получилось очень быстро. И, ну, слава Богу, справились. Было очень хорошо. В программе танцы и песни военных и послевоенных лет. Для многих участников и гостей это воспоминания о молодости. Составили такую небольшую праздничную программу. Да, она немножко вначале грустная, безусловно, потому что это битва, это наши слезы, это наше горе. Мажорная нота майского вальса объединила артистов и зрителей. Забыв о почтенном возрасте, все с удовольствием закружились в танцы. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.